привет друзья канала фишинг мы с вами на рыбалочке опять пригласил меня мой сосед александр потом я покажу вам его в общем водоем для меня абсолютно новый наша цель сегодня простая карась очень короткая сессия около пяти часов по традиции быстро показываю что будет в прикормке очень холодно холодный ветер реально на улице наверно мороз от солнышко поднимается надеюсь днем будет потеплее но судя по всему ветер будет дуть довольно сильные мы сели лицом к ветру то есть ног по по закону жанра карпфишинга ну и будем карася и так для прикормки я приготовил сегодня тоже все просто новая прикормка фудифиш друзья карп лень карась так постараюсь вам поближе вот так показать для старта мешану две пачечки я думаю для старта ну даже может даже много будет но я если что сами с коллегой поделюсь так присутствует крупная фракция в прикормке присутствуют какие-то зерновые вот но основа прикормки вижу мелкофракционная рассказываю подробнее друзья потому что ну реально новинка на рынке на рыболовном рынке ну имеет нейтральный запах каких-то зерновых так мусор конечно же выбрасываем ну какого-то насыщенного запаха я не слышу возможно потому что я замерз как пёс смердящий от этого ветра и у меня уже извините на слове сопли до колен текут нейтральный запах можно играться очень хорошо со всякими аттрактантами но я этого не брал вода еще холодная поэтому будем просто пробовать привлечь рыбку сыпухой так беру водичку по чуть-чуть заливаю посмотрим сколько заодно сколько пьет и конечно же помощник мой шурик интертул друзья в такой холод собачий конечно же руками не хочется мешать ну и плюс без сито конечно же шуриком я вымешиваю намного лучше скорости добавить кстати по венчику не брал никаких там специализированных что-то эти самоделки не заламливают цены за них пошел в строительный магазин выбрал вот такого плана прекрасно справляется чуть-чуть еще воды добавлю уже в принципе прикормка готова но она однозначно попьет воды все прикормочка настаивается мы с вами друзья сейчас возьмем дипперочек и посмотрим что там делается в этом водоемчике друзья следующий наш этап это найти точку ловли то есть прикормочка замешана значит диппер очкам я буду сейчас пробивать бросаем дипперок недалеко от берега достаем телефончик смартфончик так и запускаю я программу диппер диппер в воде он активирован автоматически ага стоп не запускаю сейчас надо швам чтобы видно было включить одно дело так пуск поехали теперь запускаю диппер диппер просит всевозможное разрешение каждый раз вот нашел быстро а емае друзья обновление пошло так быстро обновился диппер хорошо 8 и 6 градусов водичка холодная очень так зарядки хватает друзья ну и делаем первый заброс я примерно ориентир на том берегу выбрал так что у нас тут по деревьям вроде бы не достаю а не достаю лёху лёху смотрим ого 2 и 4 метра хорошо 2 и 5 по чуть-чуть подтягиваю потому что реально волна большая диппер боится этого дела 2 и 3 так что он нам показывает муляку какую-то они вроде нормуль 2 и 2 какая-то ямка при ямочек 2 и 1 что там но 2 и 7 что интересно что рыбу не показывает друзья так хорошо в принципе там и заклипсуюсь так чуть-чуть отступлю буквально метр и заклипсуюсь так ничего нам не показала конечно это обычная корыта таких множество водоемов поэтому на комфортной дистанции на глубине 2 и 8 второе удилище также заклипсую друзья витрюган такой что это просто на моем фоне вы видите не знаю по квертипам поставил самые жесткие карбоновые в общем если удастся что то сейчас я вам секунду включу без микрофона до звук чтобы ощутили этот весь кайф вот значит надеюсь микрофон там хоть не задувает сильно ну такой минут в пять один раз я делаю перезаброс пока дальше наверно буду еще больше увеличивать промежуток перед перезабросами 2 фидерочка поставил классический патерностер покажу потом подробнее в общем ну опарик червяк пока что стандарт ну есть еще эти пуфики всякие чесночные медовые тоже будем пробовать ветер сумасшедший в принципе осталось нам не так много часа 4 рыбачить ну пока что ноль ни одной поклевки если удастся хоть одну рыбку поймать друзья это будет огромная огромная удача в такую погоду ну и холодный ветер и и вообще я очень замерз если честно так все продолжаем рыбалочку коллега там три фидера поставил вот ну ветер вообще я не знаю если реально говорю если удастся что-то поймать это будет огромная огромная удача но мы не теряемся мы и не расстраиваемся мы продолжаем рыбалку в такую погоду друзья рыбачат только настоящие рыбаки вы видите что происходит не знаю есть у нас мысль поехать на под ветреную сторону получается потому что ну реально поклевки очень сложно определить да и смотрите что делается в общем не знаю сейчас подумаем если переедем то переедем потому что жесткач полный конечно друзья наша короткая рыбалочка подошла к концу в общем ну погодка накручивает меняется ветер сумасшедший там за моей спиной поле там такие просто тучи пыли поднимают ветер так по рыбалке сейчас покажу хотелось много чего рассказать показать в принципе все на канале афишинг есть там узлы и монтажи друзья там вы патроностер можете посмотреть как вязать вот на патроностер я и ловил красика сменили место тут вроде бы потише но все равно ветер забрасывать некомфортно и я вот в таком месте стал видите очень много всякой гадости на дне приходится пришлось удилище высоко задирать терпеть не могу но условия такие так там дипы ликвиды у меня баунтик уже макал ну рыбы немного чтобы какой-то сделать вывод по этому вопросу значит у меня шоу меня 4 карасика 4 часа у нас по сути ловли с этими переездами совсем 4 карасика такой карась хороший бирючок какой-то и и окушок хотел окушка отпустить но он падла так сожрал что там нереально просто с кишами короче крючок вынул так по снастям в принципе все вы знаете корм остался кстати вот ну одна из целей рыбалки было протестировать корм значит ситуация какая ну у меня понятно я ловил только на фуди фиш карплин карась а вот мой коллега саня сейчас покажу саня о саня ловил на убийцу карася прости господи значит смотрите у него там есть самодельная прикормка с макухой еще какая-то прикормка и тушу я дал вот два карася он поймал на убийцу карася и залеплена была именно фуди фиш карплин карась кстати очень на траппер похоже очень и по структуре и по запаху и по всему но значительно дешевле значит фуди фиш карплин карась я уже смело могу вам рекомендовать друзья и собственно говоря рекомендую вот такая коротенькая рыбалочка коротенький отчет с рыбалочки до встречи на канале офишинг подписывайтесь ставьте лайки комментируйте пока